Доброго здоровья! С вами снова я и сверхъестественные и суперинтересные истории. Одна из них. Мой директор военный в отставке, старший прапорщик. Как-то на корпоративе во время перекура мы обсуждали с ним всякие н-лошные истории. И я высказал свой скептицизм по поводу этих историй. Директор же в ответ на это рассказал мне свою историю. Будучи еще прапорщиком не старшим, он был командирован в одну часть недалеко от Дальнегорска. Как-то заступил он там в наряд помощником дежурного по части. Одна из обязанностей в этом наряде делать обход казарм, нарядов по КПП, столовой и прочих объектов. Отоспал директор свои положенные 4 часа с 22 до 2 ночи. И отправился на обход. Вышел из штаба и направился к казармам. Для себя отметил, что в эту ночь необычайно ярко светит луна. Проверив личный состав в казармах, стал возвращаться опять к штабу. Идет и чувствует, что что-то не так. Будто следит за ним кто-то. Оглядывается, нет никого. Подходит к штабу и видит. Перед штабом трех существ. По его описанию могу сравнить их со сфинксами. Отдаленно, правда, директор сказал, что они были на четырех лапах. Морды напоминали человеческие лица. Хвоста и гривы не было. Тела слегка светились. Страха, как он сказал, как такового не было. Зато появилась мысль, что надо налаживать контакт. Подходит он к ним и говорит, мол, что вы тут делаете. Те на него повернулись, ответили, что уран ищет. Им для топлива надо. Голос, по словам директора, был спокойней и даже вежливый. Директор, на всякий случай, руку на кобуру положил. Нет, говорит, у нас тут урана. Да и вообще это режимный объект. Вам тут нельзя находиться. Да и не дай бог, напугайте кого. Пришельцы что-то побурчали между собой. Именно побурчали. И сказали, хорошо, мол, сейчас мы уйдем. Директор поднимается на крыльцо, смотрит. А их уже нет. Зашел он в штаб и, как только закрыл за собой дверь, его начало колотить. Тут и страх появился, и прочие неприятные ощущения. От такого напора адреналина отчитал посыльного, дежурившего в штабе. За нечищенные сапоги и ушел в дежурку. Где, видать, от нервного потрясения отключился. Проснулся, когда под утро зашел дежурный по части. Директор хотел было списать произошедшее на сон, но решил перестраховаться. И спросил у посыльного, делал ли он ночью обход. Посыльный ответил, что делал. Вернулся нервный и отчитал его, посыльного, за сапоги. Не зная, что и подумать, что и думать, директор сменился утром снаряда и пошел домой. Через три часа, через три дня стал чувствовать себя плохо. А на следующий день обратился в сам часть. Оттуда его направили в госпиталь, где и зарегистрировали легкую форму лучевой болезни. Какой-то там степени, не помню какой именно. А история на этом кончается. И самое интересное в ней, конечно, существа разумные. Столь разумные, способные перемещаться. Межпланетами, хотя и имеющие топливо, уран, который им не вредит, но вредит человеку. То есть они смогли развиться до такого состояния, что уран их не выводит из равновесия, как человеческие тела. Да, вы, наверное, спросите, а что они там делали, что случилось? Они проходили через портал вблизи Земли. Они попали под стихийное бедствие. То есть природа на них оказала... А, они попали под стихию. Гроза. Под грозу попали. Повредили корабль и потеряли... А, нет, это было... Это я увидел то, что происходило, но не с ними. Интересно, это был другой случай? Это не то. А почему это увидел? А, это для другого видео, наверное. А, а вот с этими, что случилось, они... У них тоже было бедствие, которое вывело их ориентировочные... Они планировали заправиться на Земле ураном, но их приборы выведены были из строя. Вот почему эта ситуация была похожа. То есть местные электромагнитные аномалии вывели из строя их ориентацию, и они попали не в ту... Они промахнулись мимо урановых залежей и попали не в ту область. Они потерялись на время. Но в итоге они нашли свой уран и им помогли. А, кстати, им помогли другие... Другие пришельцы. А, пришельцы, которые... Наблюдатели, которые курируют... Которые стараются... Корректировать человечество... Ага. Но в конце он получил... Человек получил лучевую болезнь. А. Потому что сами пришельцы... А были на одной ноге с... О, и там сложно как... Для них радиация является одним из их... Из их свойств. Для них высокий уровень и степень радиации, радиационное излучение является даже их родной энергией. И они ее используют и для топлива, и... Их тела излучают радиацию. О, как! То есть даже... На планетах с высоким радиоактивным излучением есть жизнь. И какая еще какая... Красивая. Аж светится. Интересно. Так, наверное, на этом я историю приостановлю. Потому что вопросов-то не было. Я предполагал ваши вопросы, на которые и слегка ответил. Если вы хотите заранее задавать вопросы, так вы можете эти истории, любые другие или свои, писать, чтобы вы успевали их раньше меня написать. И ответы, и вопросы были заданы ранее. На которые я бы более полно ответил. Сейчас я думаю завершить. Поэтому спрашивайте. Особенно о таких историях. И мне интересно отвечать. На этом все, пока. До следующих встреч. До встречи.